Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Азов.Инфо» в студии Людмила Улихина о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Взрывы бытового газа в доме номер 84, дробь 108 по переулку Павлова могли привести грубые нарушения состояния его инфраструктуры. Установка высших сотовой связи вызывает общественный резонанс. Умышленно поврежден еще один каштан на Петровском бульваре. Комитентные органы продолжают выяснять причины, по которым произошел хлопок газа и последующий пожар в доме номер 84, 108 по переулку Павлова. Однако уже сегодня очевидны многочисленные и грубые нарушения состояния инфраструктуры здания. Этот вопрос стал одним из главных на совещании руководителей службы ЖКХ в городской администрации. В ходе ликвидации последствий взрыва газа и пожара в доме по переулку Павлова были выявлены нарушения, о которых сообщил глава администрации Азова Владимир Рощупкин. Выявили, что венканалы, дымоходы, то есть зона ответственности управляющих компаний совместно с вашими подрядными организациями, которые должны заниматься контролем этого состояния, на самом деле все это находится порой в технически неприводном состоянии. Председатель ВДПО Азовского района Ольга Зиборова акцентировала внимание на нарушениях наиболее часто встречающихся в быту граждан. Одно из них – применение так называемой трубы-гофры. Вместо жесткой дымоотводящей трубы – патрубка. Трубы-гофры очень тонкие, ломкие, деформируются, не обеспечивают герметичность дымохода. И в процессе эксплуатации газового прибора угарный газ частично остается в квартире, что приводит к отравлению. Новые правила проверки дымоходов и вентиляционных каналов выявляют нарушения, которые ранее не были таковыми. Ранее осуществлять проверку дымоходов и вентиляционных каналов могла только специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию, оборудование и обученных специалистов. В настоящее время эти работы могут производить любые организации, обозначавшие данный вид работы своим основным видом деятельности. Владимир Рощупкин настоятельно порекомендовал руководителям служб жизнеобеспечения более ответственно подходить к вопросу заключения договора со специализированными организациями. Еще один вопрос совещания – это перемещение неизвестными лицами бетонных блоков, установленных по переулку Черноморскому, для препятствия движению большегрузного транспорта. После вот этих вот, ну не знаю, вандальных действий, связанных там с, опять же, их там перемещением, посмотреть ли какую-то конструкцию по усилению, чтобы не было возможности их там никуда передвигать. В этом вопросе Владимир Рощупкин надеется и на помощь жителей близлежащих домов. Увидели там кто-то, самодеятельно все занимается, ну пусть зафиксируют там телефон, мы потом полицию передать. Пусть разбираются. Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Александр Самарич, блоки были восстановлены уже вчера. Сегодня после обеда будут их монтировать. Это будет арматура, полностью стяжка. И для того, чтобы их потом оттуда демонтировать или сдвинуть, придется приезжать с болгарками, я не знаю, с кранами, очень массивными. Эти работы нельзя будет выполнить там за 15 минут, как, допустим, вчера ночью, приехать там краном, подтянуть и откинуть блок. Мы делали это просто для того, чтобы провести тестовый период, посмотреть, проедут ли пожарные машины, автобусы на предприятия, как будут относиться люди. С жителями мы проработали, мне постоянно в личку все пишут, жители, как там все обстоит. И в соцсетях мониторим. В принципе, жители были рады тому, что мы перекрыли дороги. Но, однако, сторона камазистов и терминалов, как видите, борется с этим. Также сегодня запланировано усиление блоков, установленных по улице Васильева, куда обычно направляются водители большегрузного транспорта, обнаружив препятствия по переулку Черноморскому. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. В Азове общество с ограниченной ответственностью «Гермес Телеком» проводит реализацию проекта по реконструкции линейных объектов, энергоснабжения и замену существующих опор воздушных линий электропередач на многофункциональные. В отличие от прежних, новые объекты предназначены для размещения не только электропроводов, но и светильников, оптических кабелей, камер видеонаблюдения, светофоров, дорожных знаков, информационных табло и другого оборудования. Это позволит оптимизировать полезное пространство города, а также снизить количество вышек сотовой связи, а разные операторы смогут разместить свое оборудование на одной многофункциональной опоре. Однако установка подобного объекта рядом со школой номер 5 стала причиной возмущения родителей учеников и жителей близлежащих домов. Люди опасаются негативного воздействия электромагнитного излучения на здоровье. Так ли это в сюжете, подготовленном на основании материалов общества с ограниченной ответственностью «Гермес Телеком». С целью выявления возможного превышения определенно допустимых значений электромагнитного излучения, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и геническими нормами, Роспотребнадзором проведены специальные измерения плотности электромагнитного поля в классных кабинетах и коридорах школы номер 5. Надо отметить, что в России нормы САНПИН были установлены еще во времена Советского Союза и составляют 10 мкВт на квадратный сантиметр. Для сравнения, допустимые уровни электромагнитного излучения в США в странах Скандинавии в 10 раз больше, чем в России, и составляют 100 мкВт на квадратный сантиметр, а в Израиле даже 400 мкВт на квадратный сантиметр. Жители нашего города часто интересуют вопрос, есть ли необходимость размещать телекоммуникационную инфраструктуру в непосредственной близости к образовательным учреждениям. Специалисты утверждают, чем больше базовых станций, тем безопаснее мобильная связь, потому что мощность излучения мобильного телефона зависит от его удаления от базовой станции оператора сотовой связи. При плохом уровне сигнала мощность излучения телефона увеличивается и составляет 200-250 мкВт на сантиметр квадратный, что кратковременно в 20-25 раз превышает предельно допустимое значение для оборудования, находящимся на опоре 10 мкВт на сантиметр квадратный. Теперь представим класс, где сидит 30 учеников и у каждого мобильный телефон, ведь без сотовой связи мы своего ребенка в школу не отпускаем. Таким образом, препятствуя развитию телекоммуникационной инфраструктуры, мы неосознанно увеличиваем воздействие электромагнитного излучения на себя, своих детей и близких. Но что касается результатов проверки в пятой школе, то по заключению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, все помещения по измеренным уровням плотности потока энергии соответствуют всем требованиям СанПИН и гигиеническим нормам. Алексей Покатило, Татьяна Ивашенко, Азов.Инфо. Еще несколько лет назад по Петровскому бульвару напротив одноименного рынка находилась тенистая каштановая аллея. Затем некто без получения разрешения в Азовской администрации начал ликвидировать деревья. В программе Суфинфо мы сообщали об уничтожении двух каштанов. Информация вызвала широкий общественный резонанс. Несмотря на это, вчера сильные повреждения были нанесены еще одному дереву. Подробности в сюжете. О повреждении очередного каштана напротив рынка Петровский в отдел охраны окружающей среды управления ЖКХ Азовской администрации сообщили предприниматели. У основания деревья подпилены то ли топором, то ли не знаю, какими инструментами они там работали. И потом это место основательно забелено. То есть, чтобы не привлекало внимание, как в прошлый раз. Это уже третье повреждение зеленых насаждений на данном земельном участке. Чтобы погубить дерево наверняка, злоумышленник использовал варварские методы. У основания по окружности уничтожена кора и сделаны глубокие отверстия, в которые, судя по потекам, влили какую-то жидкость. Теперь зрелый, здоровый каштан наверняка погибнет, как погибли его собратья. Эти деревья благодаря мощной корневой системе обладают высокой ветроустойчивостью, что немаловажно в нашем климате. Но что может спасти от ненасытной человеческой жадности? Многие работающие на рынке петровские предприниматели уверены, каштаны уничтожаются с целью освобождения лакомого участка земли в весьма проходном месте. И через какое-то время здесь появится очередная торговая точка. Тогда и станет известно, кому выгодно уничтожение аллеи. По словам Евгении Ковалевой, специалистам отдела охраны окружающей среды составлен акт повреждения. А в правоохранительные органы будет направлено соответствующее обращение. Очень некрасивое поведение. Не знаю, кому это выгодно, кто этим занимается. Хотелось бы обратиться, чтобы данные действия прекратили. Потому что это живая природа, это город, в котором мы живем. Для чего это все происходит, непонятно. Очень хочется надеяться, что правоохранители смогут оперативно отреагировать на это экологическое правонарушение. А на заманчивом для злоумышленника участке появится не его торговый павильон, а будут высажены новые деревья. Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. Праздничное мероприятие «Станция Победа», объединившая учащихся начальной школы номер 15, состоялось в Доме детского творчества. Программа была посвящена 75-летию Победы. Накануне, в течение недели, ребята готовили материалы о своих старших родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. «Станция Победа». Под таким названием в школе номер 15 прошла предметная неделя о Великой Отечественной войне. На классных часах и уроках ребята говорили о городах-героях, о людях, перенесших все тяготы и лишения того времени, а также рассказывали о своих родных, чья молодость пришлась на суровые военные годы. «Мой прадед Машонкин Николай Трофимович, участник Великой Отечественной войны, звание старший леденант, прошел всю войну 1941 по 1945 году, дошел до Берлина, освобождал наш город Азов, Ростов-на-Дону, Крым, защищал Москву. У него много орденов и медалей. Больше всего мне запомнился орден Красной Звезды». «Моя прабабушка Фомицкая Анна Петровна. Она росла в большой семье. У нее было четверо братьев и две сестры. Участвовала она в Великой Отечественной войне под руководством Василия Сталина в 32-м гвардейском авиаполку. У нее много наград. Медаль за освобождение Берлина, медаль за отвагу и орден Красной Звезды». Коллектив школы номер 15 во главе с директором Сергеем Сазоновым уделяет большое внимание патриотическому воспитанию школьников. На протяжении всего учебного года здесь не только пишут сочинения, выпускают боевые листки, рассказывают о событиях Великой Отечественной войны, но и встречаются с участниками современных боевых действий, а также с воинами-интернационалистами. «Сегодняшнее такое мероприятие, оно именно в планах воспитательной работы, оно имеет очень важное значение для детей, которые пришли сюда с портретами своих дедушек, бабушек и, в общем-то, почтить память вот этих ветеранов, ну, достойны, чтобы они знали о том, что были такие у них прекрасные дедушки и бабушки. И мы надеемся, что в нашей школе, как и все школы России, будут также встречать достойно этот великий праздник, 70-летие победы в Великой Отечественной войне». Мероприятие отразило основные события Великой Отечественной войны и лишний раз напомнило, каким колоссальным трудом далась победа нашему народу. Екатерина Чесверикова, Валентина Сираж, Александр Кучикс, Азов.Инфо В канун Международного женского дня мы хотим рассказать об азовчанках, чей труд и вся жизнь посвящена развитию и процветанию города, воспитанию детей и созиданию. Они представительницы разных профессий, всей душой любящие дело, которым занимаются. И даже если основные трудовые годы уже позади, эти женщины продолжают жить полной жизнью, заряжая своим оптимизмом окружающих. Одна из них – ветеран медицинской службы Надежда Константиновна Иванова. В наш город Надежда Константиновна попала не случайно. Видимо, так было предначертано судьбой. Во время войны были потеряны родственники. Родной брат моего отца. И где-то, наверное, в 1974 году мы разыскали этих родственников. А в 1975 году я приехала их навестить. И когда я приехала в город Азов, этот город мне так понравился, что я, наверное, с этого времени решил остаться навсегда в городе Азове. Надежда Иванова, уроженка Омской области, родилась в 1935 году. После школы поступила в Омский государственный ветеринарный институт. А по семейным обстоятельствам я, значит, в 1967 году ушла в заведующие лаборатории в центральную городскую больницу. Переквалифицировалась в городе Омске и работаю по сей день. Работать в Азове начала врачом-лаборантом. Через полгода стала заведующей лабораторией. Начинали с двух микроскопов, затем оборудование совершенствовалось, вводились новые технологии, благодаря которым сегодня работа ведется по 80 методикам. Конечно, выполнялись анализы рутинными методиками, где не было оборудования, не было новых аппаратов. И поэтому все было, как я посмотрела, как делалось. Была кружка железная, кастрюлька железная, где выполнялись биохимические анализы на сахар, на протрамбин. Это было, конечно, смотреть. Ну, я скажу, для меня в то время было просто невозможно или страшно. Как правило, в семьях медиков часто дети продолжают династию. Сын Надежды Константиновны, насмотревшись на трудности, с которыми ей приходилось сталкиваться, связал свою жизнь с другой профессией и стал строителем. Семья у меня небольшая. Один сын, который не обращал внимания здорово, как я работаю. Почему? Потому что я постоянно была на работе. У меня очень много общественных поручений было. Поэтому он не обращал это внимания. У меня два внука, значит, правнук. Но все имеют высшее образование. Они, конечно, не избрали то, что избрала я, а пошли по стопам строителей. И они у меня все строители. Надежда Иванова помимо работы еще и находила время для хобби, как и многие тогда увлекалась вязанием, вышивкой, крестиком и гладью. А также очень полюбила цветы. Насчет цветов, товарищи, это есть время, нет времени, но это моя жизнь. Я без цветов жить просто не могу. У меня цветы в квартире, какие только можно, такие я их и могу иметь. И я их не забуду полить, и я на них всегда утро смотрю и вечер, как бы я не уставшая была. Кроме того, у меня много цветов на даче. Без дачи я ни туды, ни суды. Потому что дача – это моя жизнь. Работа для Надежды Константина навсегда была и остается на первом месте. Даже несмотря на свой почтенный возраст, а женщине в этом году исполнится 85, Надежда Иванова до сих пор занимается общественной деятельностью. Около 40 лет она собирает выриски и фотографии из газеты о медицине, которые оформляет в большой и увесистый альбом, перебирая страницы которого, снова и снова возвращается в молодые годы. Екатерина Чесверикова, Валентина Сираж, Александр Кучиц, Азов.Инфо. Далее программа Азов.Инфо.Спорт с Александром Кучицем. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды, спонсор прогноза – Донская юридическая коллегия «Профессиональная юридическая помощь по защите прав потребителей». Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Донская юридическая коллегия «Полный спектр юридических услуг». Защита прав потребителей, семейные дела и наследство, автоюрист, представительство в суде, сопровождение сделок, помощь дольщикам и многое другое. Переулок Олега Кашевого, 28, первый этаж, офис 12. Донская юридическая коллегия. Многолетний опыт работы и команда профессионалов. 4 марта ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 17-20, ночью плюс 5-8. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха 36%. Уровень воды в реке Донна 37 сантиметров выше нормы. Температура воды плюс 5 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра штутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин